Друзья, мир вам! С вами Николай Пастухов и Алексей Коломитцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, написано «Не давайте место дьяволу». Как можно ему дать место? Очень серьезный вопрос. Эта цитата связана с пониманием духовной реальности. Эти слова процитированы из 4 главы послания к Ефесянам. И здесь речь идет о духовном процессе или процессе духовного преображения. То есть процессе, когда человек, пришедший ко Христу, он практически уподобляется образу Христа или же наполняется характером Христа. Конкретно перед этими словами мы читаем буквально следующее. «Гневаясь не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу». Дальше «Кто крал, пред не кради, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Всякое раздражение, ярости, гневы, крик, злоречия да будут удалены от вас и так далее. Апостол помогает нам увидеть, что когда речь идет о преображении человеческой души в характер Иисуса Христа, мы имеем дело не просто с моральным преобразованием. Речь идет не просто о нравственности. Речь идет не просто о приобретении более морально устойчивых привычек или более высоконравственных каких-то аспектов или моделей поведения. Речь идет о духовной брани. И мы это видим, подтверждаем в нескольких других местах Писания. Например, в первом послании апостола Петра, в пятой главе мы встречаем, мы читаем следующее. Апостол говорит, трезвитесь и бодрствуйте, ибо противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. То есть апостол хочет, чтобы мы увидели, что речь идет о духовной брани. Речь идет об обстоятельствах, в которых мы постоянно испытываем на себе давление искусителя. И когда человек гневается или срывается на кого-то, когда человек допускает похотливые мысли, когда человек делает какое-то другое отступление от характера Иисуса Христа, он не просто попадает под влияние своей плоти, а в данный момент дьявол использует эту слабость плоти для достижения своих целей. То есть вокруг человеческой души ведется постоянная духовная борьба. С одной стороны мы видим, это Дух Святой, это Христос, это Божья работа в сердце человека верующего. С другой стороны мы видим человеческую плоть, которая продолжает иметь тенденцию ко греху. И вот за этой плотью стоит дьявол, потому что он использует плоть. Он старается сделать все, что возможно для того, чтобы атаковать человеческую душу, для того, чтобы ослабить ее следование за Христом, для того, чтобы лишить ее мира в сердце, для того, чтобы заблокировать ее способность не только к духовному росту, но и к тому, чтобы оказывать доброе влияние на тех, кто ее окружает. Вот почему послание к Ефесянам заканчивается следующими словами. Мы читаем в 6 главе, в 10 стихе сказано следующее. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века этого, против духов злобы поднебесных. И для этого примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостоять в день злой и все преодолевший устоять». То есть здесь ясное предупреждение о том, что наша жизнь – это борьба, которая связана с миром духов, за которой стоят духи. И здесь апостол объясняет, говорит, что есть очень организованная система, система дьявольская, система, которая фокусируется именно на этой цели, для того, чтобы разрушить человеческую душу, для того, чтобы ослабить ее духовную позицию, для того, чтобы минимизировать ее духовное влияние. Вот почему нам нужно бодрствовать, для того, чтобы в действительности мы не давали дьяволу никакой возможности, для того, чтобы он достигал своих целей в нас или через нас. Помоги вам в этом, Господи. Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на нашем сайте слово.орг. И присылайте ваши вопросы по адресу radio.at.slovo.org или на приложение WhatsApp и Viber по номеру телефона 360-977-2182. Благослови вас Бог. Субтитры создавал DimaTorzok